Молодость — капризная возлюбленная. Пока учишься ее ценить, она уходит к другому, и знаете, никогда не возвращается. Люди с мизерной душой норовят унизить других, в свою очередь представляя их духовными карликами. Как правило, чем талантливее человек, тем сильнее он сомневается в своей одаренности и наоборот. Испытай один раз полет, и твои глаза навечно будут устремлены в небо. Однажды там побывав, на всю жизнь ты обречен тосковать о нем. Когда ты один, тебе принадлежит все, когда с кем-то, только половина. Однажды вкусив полет, ты всегда будешь ходить по земле с глазами, обращенными к небу, ибо ты уже был там, и тебя неудержимо тянет туда вернуться. Даже если вы фотографируете кактусы, это ваша жизнь. Если же вы живете только ради мужа, это не ваша жизнь. Чем тяжелее бремя, тем наша жизнь ближе к земле, тем она реальнее и правдивее. И напротив, абсолютное отсутствие бремени ведет к тому, что человек делается легче воздуха, взмывает ввысь, удаляется от земли, от земного бытия, становится полуреальным, и его движения столь же свободны, сколь бессмысленны. Человек, мечтающий покинуть место, где он живет, явно несчастлив. Все камни одинаковы, все драгоценны, но человек видит лишь некоторые из них. Добрая память. Вот лучшее наследство, какое может оставить живший на земле человек. Только с той самой ступени, на которой стоишь, возможно шагнуть на следующую. Следите за красотой души, за красоту тела, нам рай не обещали. Никогда не пытайся все решить сам. Разрешай легкие проблемы, которые тебе по силам, а сложные оставь Богу, у него это получится лучше. Если будучи ребенком, человек насытился нежностью и любовью, то впоследствии у него есть силы на то, чтобы преодолеть те проблемы, с которыми он будет сталкиваться в жизни. Кубок жизни был бы сладок до приторности, если бы не падало в него горьких слез. Шутку, как и соль, нужно употреблять с умеренностью. Не делай ничего постыдного ни в присутствии других, ни в тайне. Первым твоим законом должно быть уважение к себе самому. Упущенный случай редко повторяется. Кто не стыдится своего проступка, тот вдвойне виноват. Порицай друзей в тайне, хвали открыто. Как много придумано слов для простого, дикого, жестокого влечения двух человеческих тел друг к другу. У каждого есть такие места, забыть о которых невозможно. Хотя бы потому, что там воздух помнит твое счастливое дыхание. Самое непростое в жизни — понять, какой мост следует перейти, а какой сжечь. Нет хороших или плохих людей. Все постоянно перемещаются между этими двумя категориями. Но определенно, есть разумные люди, и есть идиоты. Если вы посвятили себя отношениям ради выгоды, удобства и без любви в сердце, то вы в любом случае совершили измену. Качество жизни всегда определяется тем, как вы ее воспринимаете, а не тем, что она вам предлагает. Если мое тело умирает, пусть мое тело умирает, но не позволяйте моей стране умирать. Я кара Господня. Если вы не совершали смертельных грехов, Господь не пошлет вам кару в лице меня. Глядя на лошадиные морды и лица людей, на безбрежный живой поток, поднятый моей волей и мчащийся в никуда по багровой закатной степи, Я часто думаю, где я в этом потоке? Люди хотят, чтобы их окружали только зеркала, чтобы отражать и отражаться. Жалеть виновных, значит предать невинных. Что чувствует человек, окруженный посредственностью и серостью? Ненависть. Нет, не ненависть, а скуку, ужасную, безнадежную, парализующую скуку. Чего стоит лезть и похвалы людей, которых ты не уважаешь? Уже века существует русский дух и русская культура, и все, кто к этому наследству привержен душой, сознанием, сердечной болью, вот они и суть русские. И те клеточки сердца, которые созданы в нас природой для радости, став ненужными, отмирают. Когда-нибудь не страшно умереть, страшно умереть вот сейчас. Честность неотделима от свободы, как коррупция, деспотизма. Истинная любовь не нуждается ни в симпатии, ни в уважении, ни в дружбе. Она живет желанием и питается обманом. Истина любит только то, чего не знают. Никому не давайте своих книг, иначе вы их уже не увидите. В моей библиотеке остались лишь те книги, которые я взял почитать у других. Репутация врача зависит от числа выдающихся личностей, которых он отправил на тот свет. Берегись человека, не ответившего на твой удар, он никогда не простит тебе и не позволит простить себя. Если когда-нибудь, гоняясь за счастьем, вы найдете его, вы, подобно старухе, искавшей свои очки, обнаружите, что счастье было все время у вас на носу. Когда мы становимся честными, пространство между мыслями раскрывается больше и больше. В тот момент, когда вы начинаете защищаться и оправдываться, вы разжигаете войну внутри себя, в вашем доме и в вашей семье. Если вы хотите ощутить одиночество, тогда занимайтесь чужими делами. Истинный рыцарь, это ягненок в обществе дам, и лев во время боя. Неблагоразумно оглядываться назад, когда путь ведет вперед. Просто удивительно, какая целеустремленность, отвага и сила воли пробуждаются от уверенности в том, что мы исполняем свой долг. Люди — единственный вид на земле, который умышленно убивают представителей своего вида, для личной выгоды или для удовольствия. Если вы хотите узнать, как помочь своим детям, отстаньте от них. Запомните и говорите «люблю тебя своим любимым», но сначала действительно почувствуйте. Поцелуи и объятия могут поправить любую неприятность, когда идут от сердца. Запомните, держитесь за руки, цените моменты, когда вы вместе, потому что однажды этого человека не будет рядом с вами. Чем более странным нам кажется сон, тем более глубокий смысл он несет. Быть абсолютно честным с самим собой — хорошее упражнение. Прежде чем диагностировать у себя депрессию и заниженную самооценку, убедитесь, что вы не окружены идиотами. Вследствие того, что мы перенеслись в другой мир вместе с физическими телами, фиксация наших точек сборки на том положении, в которое ее установили неорганические существа, была столь прочной, что это создало нечто вроде тумана, сделавшего недоступным память о мире, из которого мы пришли. Он прибавил, что обычным следствием такой неподвижности является невозможность возврата точки сборки в ее исходное положение, что происходило с магами прошлого. Задумайтесь над этим. Возможно, именно это происходит со всеми нами в этом нашем обыденном мире. Мы пребываем здесь, и фиксация нашей точки сборки так прочна, что мы забыли, откуда мы пришли и в чем состояла цель нашего прибытия сюда. Нам требуется все наше время и вся наша энергия, чтобы победить идиотизм в себе. Это и есть то, что имеет значение. Остальное не имеет никакой важности. Мы деловые люди, мы привыкли вкладывать свои средства, привыкли уменьшать свои потери. Мы ведем себя в этом мире, как на базаре. А если мы вкладываем во что-то средства, мы желаем иметь гарантии. Мы готовы влюбиться, но только если это будет взаимно. Если мы разлюбили, мы обрываем одну связь и заменяем ее другой. То, что мы называем любовью, это всего лишь истерика. Нас нельзя назвать страстными существами, бессердечными, да. Я то думал, что я знаю, как любить, но Дон Хуан как-то сказал мне. Но откуда ты мог бы знать это? Тебя ведь никогда не учили тому, что такое любовь. Тебя учили, как соблазнять, как завидовать, как ненавидеть, а любить тебя не учили. У тебя кишка тонка, чтобы любить так. Мог бы ты полюбить навсегда, так, чтобы эта любовь осталась и за границами смерти. Просто так, без всяких там, вложений. Ты никогда не знал, что значит любить вот так, без всякой жалости к себе. И ты действительно хочешь умереть, так и не узнав этого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok